Девушки отдыхают Девушки отдыхают Иногда говорят, что газета живет всего один день Прочитал очередной номер газеты и выбросил Многие между тем не задумываются над тем, что в каждый номер газеты вложен огромный труд Проходят годы и сохраняются подшивки районной газеты В которых отражена вся наша жизнь, летопись нашего города и района Все номера районной газеты, начиная с 50-х годов, хранятся сегодня в районном архиве по улице Ленина города Бавлы А история существования Бавлинской районной газеты начинается с ноября 1930 года В том году был образован Бавлинский район В связи с этим с 27 ноября 1930 года стала выходить газета «Колхоз» Орган Бавлинского райкома ВКПБ и районного совета депутатов трудящихся Вот на этом месте, где сейчас находится молокозавод В 30-е годы стояло большое деревянное здание бывшего исполкома Бавлинской волости Именно тут и расположились редакция и типография Впоследствии их место расположения не раз менялось Газета «Колхоз» выходила на татарском и русском языках на двух полосах раз в неделю В 1937-39 годах редактором газеты «Колхоз» работал уроженец села Исергапова Мукадис Гараев А в годы войны редакцией руководил уроженец села Хансверкина Загид Хуснутинов Позднее он многие годы работал в редакции республиканской газеты «Социалистик Татарстан» С 1951 года редактором газеты «Колхоз» был уроженец села Потапова Тумбарла Алексей Афанасьев В этой должности он проработал около 10 лет Именно благодаря его воспоминаниям, опубликованным 20 лет назад Мы знаем некоторые подробности из истории нашей местной газеты В первые годы существования районной газеты в штате татарской и русской редакции Работало всего по два человека – ответственный редактор и ответственный секретарь Материалы в основном собирали по телефону А выезжать на места приходилось на хилой лошаденке Электричества тогда не было В типографии стояла старая плоскопечатная машина Которую вручную приводили в действие два слепых вертельщика Так назывались штатные единицы Редакция отопливалась дровами Набор был, конечно же, ручной Если вспомнить, что первые годы существования районной газеты Приходится на период коллективизации сельского хозяйства То нетрудно понять, почему газета называлась колхоз Районная газета на своих страницах хвалит коллективные хозяйства Беспощадно громит кулаков В то же время она поднимает вопросы борьбы с неграмотностью В годы войны наши земляки, большинство из которых составляли колхозники, сменили плуг на винтовку 9 тысяч бавлинцев ушли на фронт Главным девизом районной газеты стал лозунг Все для фронта, все для победы Газета колхоз публиковала патриотические письма с фронта в адрес коллективов Ну а в послевоенные годы основными темами газеты Стали культура полеводства, увеличение поголовья общественного скота, труд сельчан Жизнь нашего края коренным образом изменилась с началом разработок Бавлинского нефтяного месторождения Редакция газеты переселилась в бывшую контору бурения Радости сотрудников не было предела Пусть тесно, но зато тепло зимой Ведь помещение отапливалось паром Именно тогда тематика газеты расширилась Подшивки районной газеты той поры Это документальная летопись трудовых достижений буровиков, нефтедобытчиков, строителей и транспортников Пришло время переименовать газету колхоз в Байрак, Знамя Произошло это в 1956 году С того года газета начала выходить не на двух, а на четырех полосах, как сейчас В 1962 году, в период хрущевских реформ, были организованы межрайонные газеты В Бавлах выпуск газеты был прекращен С 1 мая 1962 года для шести районов нашего региона стала выходить в газетах из Маткадан «Слава труду» Издавалась она в Бугульме Однако вскоре сама жизнь показала, что объединение районов было ошибкой В 1965 году в Бавлах вышел в свет первый номер газеты «Хазмяткадан» «Слава труду» Она была органом Бавлинского райкома КПСС и районного совета депутатов трудящихся Именно с того времени и ведется отчет номеров районной газеты Этот период в истории редакции неразрывно связан с именем Карама Ахмедзянова Из трех десятилетий журналистской работы более 20 лет он проработал редактором С конца 50-х до середины 70-х годов редакция располагалась то в бывшем военкомате в Нижних Бавлах Где сейчас стоит мэрия, то в бараке по улице Энгельса, то по улице Спартака 12 Ныне это улица Горюнова в здании райкома Компартии, где сейчас находится администрация района и города Позднее редакция и типография переселились в дом номер 45 по улице Пушкина И поныне по этому адресу находится дом печати На части первого этажа жилого пятиэтажного дома расположена редакция А в пристрое находится типография Несколько лет назад пристрой был расширен И в нем разместились компьютерный и печатный цеха редакции Раньше газета печаталась в районной типографии До того, как перешли мы на компьютерный набор До этого газеты выпускали у нас в типографии И у нас был набор линотипный А заголовки газет мы набирали вручную Это была очень сложная работа, кропотливая И для этого надо иметь много терпения и умения Строчки были линотипные, отливались у нас на машине Вот они свинцовые И эти строчки были разных форматов И бывало разное время Конечно, газеты, чтобы выпустить вовремя Мы могли задерживаться допоздна Поскольку это была очень ответственная работа Тем более газету мы раньше выпускали три раза в неделю И работа была намного сложнее Мы, конечно, много труда и усилия придавали этому Я в 1974 году пришла в типографию Устроилась ученицей линотиписта После шести месяцев начала работать самостоятельно В основном я набирала татарскую газету Надо было набирать быстро и без ошибок Газета Ну, сначала уж не получалось, старалась, конечно Потом, после газеты у нас еще потом время оставалось Мы набирали газеты, бланки Заказы уж мы называли Но длянотип, конечно, очень сложная машина Там суть была Ну, система работы как Вот в котле нагревался металл При 285 градусах И в состав металла входили Свинец, цинок Работа была вредная Матрицы были Мы нажимали на клавиши и вызывали Какой тебе нужен Нужна буква Буквы Эти буквы мы называли матрицами Матрицы быстро изнашивались Часто надо было их чистить, мыть В редакцию, как я попала Купили новое оборудование, компьютеры И меня пригласили работать В редакцию Я сейчас работаю в редакции Это набираю такую же, эту же Татарскую газету Здесь намного легче По сравнению с типографией И, в общем, когда Нанотипе работали Мы набирали только одним шрифтом Газета выходила Одним шрифтом только А сейчас Качество газеты намного лучше Главное богатство любого коллектива Это люди В редакции всегда работали Мастера своего дела Люди с чувством долга Об этом свидетельствуют Рассказы ветеранов Один из бывших работников редакции Всем известный Петр Затагин Подполковник милиции в отставке Заслуженный работник культуры Татарстана Депутат объединенного совета Член союза журналистов В 50-е годы Наша районная газета Называлась «Знамя» И вот впервые-то я В Бавлинском районе В качестве заместителя редактора Газеты «Знамя» появился В 1959 году В ноябре месяце В те годы Редактором работал Савельев Демен Мефедович Вот коллектив был Да, надо сказать Что русская газета Издавалась самостоятельно Не дублировалась Была газета «Байрак» самостоятельная И газета «Знамя» самостоятельная Редакции были Укомплектованы С такими Ну, я должен сказать Неплохими кадрами А в татарской газете В те времена В 59-е годы Когда я приехал Салимов Сфан Менгаревич работал Потом он стал Директором второй школы За Франо работал Редактор газеты «Знамя» Раньше А вот в 65-м году Редактором нашей газеты «Слава труду» Работал Зарипов Дамир Салихович Ныне он проживает Как я знаю В набережных Челнах Времена были Другие, конечно Совсем Ну, очень уж Жесткий контроль Осуществлял Райком партии Вот, например Были ведь Моменты такие, что Только с указания Райком партии Печатались, допустим Те или иные материалы Хотя На наш взгляд Они были и неплохими Кажется Но нет Иногда Делалось так, что Вот этот материал Не должен у вас выходить А этот вот вы Печатайте И такое дело было Раньше Когда В газете «Знамя» Я начинал работать В Бавлинском районе Коллектив стоял Из 12 человек Редакции Я имею ввиду Это Литературные сотрудники Зав.отделом сельского хозяйства Зав.отделом промышленности В частности Литературным сотрудником Тогда работал Бухарест Гарипов Зав.отделом промышленности Владимир Чертилин Зав.отделом сельского хозяйства Ильшат Валиуллин Работал Валентина Пирогова Очень Подающий Большие надежды Работал Александр Фролов Затем он Переехал В Бугульму Володя Голубев То же самое И по сей день Он еще В Бугульминской газете Сотрудничает Владимир Голубев Он сегодня Там работает Вот это в знамя А в Слава Труду Уже здесь Был Заместитель редактора По дубляжу И у меня Был Переводчиком И Да Переводчиком Он значился Шаймарданов Ревкат Хазевич Вот А Кроме того Были Корректоры Два корректора Слава Труду В дубляже В те годы И размещались Мы Редакция размещалась В здании Райкома Партии Типография была Когда мы переехали Из Бугульмы Она находилась В домике На территории Сегодняшнего цеха ППД Мы там размещались Потом Переехали В здание Химчистки Вот сегодня В верхней части города Есть Это оно же Сохранилось Здание Мы работали И печатались Там В этом здании Печатались мы Надо сказать Напряженно Очень Почему-то Большие задержки У нас получались С выпуском Не получалось Вовремя Потому что Старое оборудование Было В основном И в знаме И в начале Слава Труду Когда стало у нас Здесь выпускаться Печаталось Вручным То есть Набиралось Ручным способом Машины были Еще не усовершенствованные Печатные Так что мы С большим опозданием Делали газеты Иногда Просиживали В типографии До часу До двух часов ночи И такие времена Были В 61-62 годы Во время Карибского кризиса Когда Соединенные Штаты Америки Совершили Агрессию Против Кубы На Телетайпе Появился материал Для районных И городских газет Об этом Нападении Соединенных Штатов Америки На Кубу А материал По телетайпу Мы принимали В ночное время Ночью И Это входило В обязанности Ответ секретаря Тогда и ответ Секретарь был Ольга Александровна Парфенова Ныне покойной Царствие небесное Она ночью Принимала Этот материал По радио И из-за плохой Слышимости Не раз слышала Заголовок Этого материала Передавали Пиратский Налет На Кубу А ей Послышалось Иракский Налет На Кубу И этот материал Она приняла Редактор был Дома Савелий Деменович Я был В редакции Все мы Все сотрудники Все прочитали Этот материал И так Заголовок И оставили Хотя Содержание Совсем Ведь было О другом А заголовок Иракский Налет И тут же Газета Была арестована В прямом смысле Слово То есть Указание Дали Никуда Ее Не распространять Ни одному Подписчику Ни одному Читателю Все это Все экземпляры Пришлось собрать И нас На заседание Бюро Райкома Партии И вот На протяжении Двух с половиной Часов Нам преподавали Там географию Посмотрите Где Ирак И где Куба Могло ли это Случиться А мы Так вот сделали К несчастью Нашим И настаивали На исключение Нас Из рядов Партии Смело Ссевелся Первый секретарь Каримов Самат Абдулхакович Он все-таки Сказал Журналисты Они стоящие Ошибки Бывают У каждого Давайте Все-таки Мы их Оставим В редакции Но по Строгачу По строгому Выговору Занесение Учета Карточков Все-таки Им Выдадим И выдали нам Почему вы Выбрали Именно профессию Фотокорреспондента Ну когда я Стал Заниматься Фотографией Ну мне понравилось Который там Ну детей фотографирует Природа фотографирует Праздники Во время Ну приходилось Иногда Вот свадьба Там фотографировать Ну фотографии Получалось Это более Как С нормальным Хорошим качеством Ну мне понравилось Поэтому стал Более Заниматься Фотографией И стал Фотокорспондент Я начал Работу В 1970 Году Правильная Гадета Хазмат Кадан Называется Она И по переводу Слабо Трудом Я Значит Когда Сосно Работал Первый Редактор Был Это Который Применял Зарипов Дамир Потом Карам Савириджаныч Заменил Его Ани Шайдуллин Ахмедзианов Сагид Четырьмя Редактором Пришлось Работать Мы в гостях У супругов Абдулиных У Зуфара Габдуловича Самый большой Стаж Журналистской работы 46 лет Из них 26 лет Он проработал В Бавлинской районной газете Зуфар Габдулович Редактор Редактор Молодежной газеты Яши Сталинча Гали Хузеев Сказал мне Зуфар Ты никуда не пойдешь Только у нас Будешь работать И Мне послали Нефтяные районы Собственным Корреспондентом Молодежной газеты А в Бавлу А в Бавлу я попал так Я Я обслуживал Когда корреспондентом Был И Бавлинский район И часто приезжал Я в Бавлу Приезжал Первый раз В 51-м году Потом Работающая В 67-м В 1970-х Годах Собственным Корреспондентом Годицы Сотелек Тадарстан Я тоже Обслуживал Бавлинский район И приезжал И вот Меня там Заметили Наверное Здесь Люди И Пригласили В 71-м году Замеченным Редактора Бавлинский район Ваша супруга Фатемапа Она тоже Имеет Стаж работы В Бавлинской районной газете В течение 11-ти лет Кем вы работали Фатемапа? Переводчицей Работала Переводчицей Потом Завотделом Песен Немного Проработала Потом Шла на пенсию В трех Редакциях Работали Вместе Почти 25 лет Вместе Работали В редакциях В разных А с кем Газетной бумаге Газетной бумаге Карямовый Ходил По предприятиям И искал В складах Газетную бумагу И Они были Большие Длинные По Пятиметровые Рулоны Мы их пилили Традиции На святой машине Газетной бумаге Ее ведет Его ведет У нас Светлана Сидикова Есть у нас Отдел Писем И массовой Работы Тоже Ведет Наш молодой Журналист Кадрия Гимазова Есть Отдел Сельской Жизни И экономики Ее ведет У нас Опытный Журналист Вот Альфия Гараева Есть у нас Отдел Промышленности Ее ведет Значит Заместер Редактора Шарапов Наэф Раздинович И там же работает Корреспондент Ким Наэль Ахмадуловна И у нас Вот Как в Вене Времени Есть у нас Отдел Рекламное объявление Где работает У нас Человек Беспокойный Она Долгие годы Работала На Ленотиписткой Венера Занагудинова Вот Вот Эти Отделы Ну еще у нас есть Отдел Фотоинформации Который Обеспечивает Скажем Нашу газету Фотоинформации Там работает У нас Тоже человек Молодой Раиль Самигулин Ну Сегодня уже Скажем Мы Печатаем Тиражом Более Пяти тысяч Это Значит Что Каждая Третья Семья Получает Нашу Газету Ну Газета Я думаю Вот Хоть Семьдесят Лет Будет Нашей Газете Газета Она Не стареет И не может Стареть Потому что Она постоянно Подпедывается Молодыми кадрами Вот Как я сказал У нас Вот новые Кадры Скажем Гадряги Мазова Светлана Сидикова Раил Самигулин Ну У нас Вот Мы Очень Хорошо В контакте Работаем С Отец Секретарем С Агадатом Ахмедшиным И Замечетом Редактора По дубляжу Фаридой Назиповой Контакт У нас Скажем Неплохой Мы друг друга Понимаем И стараемся Естественно Делать Все Чтобы Наша Газета Выходила Скажем Интересной И Несла бы Людям Разнообразную Информацию Не только О нашем районе В республике И По стране И я Вот Должен Говорить Что Редакция Наш коллектив Очень Благодарен Администрации района И конечно Глава администрации И города Нурисамена Нуримановича Хабипову Который И помогает И в то же время Конечно Спрашивается У нас Очень строго Вот В этом плане Мы материально Начнем поддерживать И морально И мы Конечно Стараемся Отвечать О этой заботе Делу Какими качествами Должен обладать Журналист Я считаю Что журналист Должен обладать Во-первых Большой Коммуникабельностью И должен Быть Человеком Инициативным Потому что Нам Надо Людей Разговорить Получать У них Скажем Информацию Интересующую Наши считателя И вообще Надо Уметь Находить Интересных Людей Интересной Судьбой И интересными Моментами Поэтому Человек Который Работает В газете Он должен Быть Таким Как бы Беспокойным И одаренным Скажем Природой Даром Писать Ну вот В этом плане Я вот С гордостью Могу сказать Что у нас Работали люди Которые Потом Пришли В большую Литературу Вот допустим Мусалит Хабибуллин Наш писатель Который Работал В нашей газете Вот От нас Вот ушли Собственно Корреспондент Республика Республика Тарстан Юрий Бортников Да и вот Нашим Телевидением Вот Есть люди Которые Работали Вот Скажем Азад Азад Зиннуров Вот Севернан Спирин Начала В нашей газете Во всяком случае Наша газета Довольно-таки Готовила кадры И для Скажем Для газеты И для Телевидения Тяга К литературе Может быть Заставила меня Выбрать Профессию Учителя-филолога Я окончил Нелаборский Государственный Педагогический Институт И потом Шесть лет Работал В школе Был Директором Школы Строил Школу Ну а потом Видимо Вот Тяга Все-таки Взяла Вверх И Меня перевели В нашу районную газету Заведующим отделом Сельского хозяйства Конечно Тут без моего согласия Этого Не случилось Ну а потом Значит Вот Это было В марте 1976 года И вот С тех Времен С небольшим Первым Где-то Года полтора Я вот В этой газете В том числе Вот С апреля 1982 года Я Вот Возглавляю Вот этот Коллектив Ну между делами Там Мне же Пришлось Заканчивать Ленинградскую Высшую партийную школу Это уже значит По отделению Журналистика Небольшой коллектив Редакции Не может Варить в своем соку И конечно Мы опираемся На Многочисленных Своих Общественных Корреспондентов Ведь МГАЭС Должна Отражать Многослойную Многопланную Жизнь района Вот поэтому Мы Очень Хорошо Очень тесно Сотрудничаем С такими Людьми Вот как Скажем Ветеран Труда Учитель Хабир Мусалит Алтангаряевич Наш активный Сотрудник Нештатный Скажем Ветеран Органов Внутренних дел Затарин Петрович Александрович Работник Затарин Работник Культуры Бухарист Махмутович Гарипов Вот мы Очень интересно Сотрудничаем С Работником Всевозуправления Ихсаном Рифатом Римановичем И другими Ну есть у нас Вот нефтяник Скажем Фики Садыкова Которая Нам Очень активно Пишет Есть вот Склерова Елена Петровна Тоже С нами Активно Сотрудничает И молодые Кадры Вот Молодые Журналисты Будущие Подающие надежды Вот есть Журналисты Будущие Мы Я считаю Вот как Скажем Ну я Ахмирова Ну у нас Таких Довольно-таки Много И мы С ними Постоянно В связи И сотрудничаем И это Нам Вносит Какую-то Свежесть Мысли Нашу Наши Публикации Вся жизнь Моя связана С газетой С типографией С редакцией Сначала я работала В типографии Ленати Питской Пять лет Потом Перешла В редакцию Работала Корректором Больше Двадцати пяти лет А сейчас Вот Два года Чуть больше Может Заходил Рекламой Как раньше Выпускалась Газета И сейчас Разница Большая Ну Разница Конечно Большая Сейчас Все-таки Оборудование Новое У нас Раньше Было Ну Раньше Оборудование Старое И работали Мы Оставались До поздна Сейчас Все-таки Уж Исправляемся К пяти Ну Иногда Бывает Инда Там Перед праздником Немножко И Остаемся Чтобы Там Материалы Праздничные Готовить Вот Сейчас Изменилась Еще Работа Редакции В том Что Сама Печатает Газету И Заказы Вот Как Эта Работа Организована У вас Да Мы И Заказы Разные Сейчас Печатаем Бланки Этикетки Пожалуйста Пускай К нам Обращается У нас Качественнее Я же Говорю Оборудование У нас Мы На Компьютерах И Офсетной Печать У нас Качественнее И Быстро Мы Делаем Чем Типографии В Редакции Работают Люди Разных Профессий Вот Уже 25 Лет Здесь Трудится Ильгизар Нафиков Водитель А теперь Еще и Завхоз 17 Лет Назад Пришла В редакцию Старший Бухгалтер Венера Абдулина Невестка Ветеранов Печати Абдулиных Ей Помогает Бухгалтер Экономист Анияги Затулина Тексты На компьютерах Набирают Аниса Саитова Гульнара Нагимова Флёра Шагиева Кстати Флёра Появляется Ветераном Редакции Быстро Освоили Компьютерную Вёрстку Евгений Араптанов И Гульшат Шарипова А за Недопущением Ошибок В газете Зорко Следят Корректоры Алсуги Затулина И Гулия Тухватулина Которые К тому же Заведуют Складом Интересная Работа И у Печатниц Овседной Машины Насимы Шариповой И Энже Минулиной Сначала Плёнку С газетной Полосой Выводят На принтере Затем Её монтируют На специальном Столе Склеив Кусочки Плёнки Их несут В проявочную Где изображение Переносится На металлическую Пластинку При этом Находиться В проявочной Нельзя Из-за Облучения К тому же Здесь Используются Специальные Химикаты Итак Пластина Готова И её Несут В печатный Цех Здесь Её Заправляют В барабан Овседной Машины Наносят Краску И производят Настройку И подгонку И вот Уже Заработала Машина И начал Печататься Очередной Номер Районной Газеты Сначала Проходят Около Пяти тысяч Эземпляров Листов С оттиском На одной Стороне Потом Ещё Раз Эти же Листы Проходят Через Машину Чтобы Отпечатать Другую Сторону Газеты И так Дважды В неделю А ещё Здесь же Печатаются Бланки Этикетки И другие Заказы На Полиграфическую Продукцию В сегодняшней Нашей передаче Особо Хочется Сказать Об ответственном Секретаре Редакции Сагадате Ахмедшине Помимо Того Что он Журналист Он ещё И мастер Умелец Певец И баянист Словом Всесторонне Одарённый Человек У него В квартире Чувствуешь Себя Как в музее Повсюду Вещи Изготовленные Его руками Чеканки Живопись Резьба По дереву Гравюры Множество Самых Разных Поделок Я В редакцию Пришёл В районную Газету Пришёл В 1985 Г. 1 марта До этого Работал Художником Оформителем Линго Дуу А как Попали В редакцию Позвал Ну Я Сам Хотел Давно Желание Было Прийти Стихами Когда-то Увлекался Ну Я сейчас Не пишу Было Когда-то Наверное Просто Юношеские Годы Ну Это Я не считаю Что они Такие Сильные Стихи Но Так Любительские А О чём они Делают Ну Как обычно Любовь А Вот это Увлечение Рисованием Значит Поделками Оно Когда началось У вас Ну Рисованием Вовлёться Я Где-то В Седьмом Восьмом Классе Поступил В 68 Году В Леннагорском Худовственном Училище И Закончил После В школе Работал Учителем Черчения Рисования А какие вещи Вам больше Нравится Делать Ну Я Чеканка Чеканка Увлекался Ну Сейчас Больше всего Жипис Нравится Ну Я Диплом Защитил По Жиписи Вы Вы Сразу Учились Играть И на Баяне Гармошки Или Это С возрастом Пришло Я На Баяне Играл Научился Потом На Хромке Вот На Тальяне Немного Закин Рабы Позвал В ансамбль Гармонистов Ну Я туда Три года Ходил Вообще Ну Потом Первый Был Сейчас Опять Начал Ходить Ходил Газету Газету Невозможно Представить Без ее Общественных Корреспондентов Те Кто Сотрудничает С районкой Очень тепло Отзываются О ее Работниках Я Как Специалист Сельского Задейства Часто Выступаю Через газеты Слова Труду Мы В хорошем Контакте Руководством Специалистами Этой Газеты Они Я Благодарен И Хочется С Юбилием Сказать Большое Спасибо За Их Труд Потому Что Они Освещают Жизнь Района Жизнь Колхоза Совхозов Вот Я Очень Хочу С И в дальнейшем Жить Вместе Работать Я Всегда Выписываю Эту Газету Вот Мне Хочется Всеверс Юбилием Сказать Еще раз Отблагодарить Руководству И Специалисту Этой Газеты И Сказать Удачи Большое Спасибо Им Являясь Руководителем Творческого Объединения Прингду Балнефть Я Неразрывно Связана С Нашей Газетой Городской Слава Труду Я и сама Подписываю Ежегодно Стараюсь Подписывать Ежегодно Даже на Татарском И русском Языке Ибо я Сама Пишу Очерки Стихи Заметки И Всегда Я их Преподаю Как на Русском Так и На Татарском Языке С Газеты Мы Уже Связаны Вот Как сказать Неразрывно Уже Пять лет И Даже Мы Являемся Уже Другом Газеты Часто Приходим К ним В редакцию Общаемся С ними Они Всегда С улыбкой Нас Встречают Из Журналистов Я Хорошо Знаю Даже Подружилась Можно Сказать С Гараевой Альфией С Назиповой Фаридой С Сидниковой Светланой Зенегудзиновой Венерой И Конечно же С редакторами Вот Бывшим Ахмедзяновым Мы Очень В хороших Теплых Отношениях Всегда Были А Ныне Сегодня Это С Шайдулиным Фанисом Всегда Находим Общий Язык И Все Публикации Они Которые Мы Даем Они Печатают Я Рада Что мы Сегодня Живем Такой Красивой Жизнью И Вот В связи С 70-летием Нашей районной Газеты Мне бы От имени Нашего Творческого Объединения Хотелось бы Пожелать им Во-первых Творческих Успехов Вдохновения Черпения Ну и Конечно Счастья И Здоровья Желаю Огромных Творческих Успехов И еще Долгих Лет Работы Успешной Хочу Поблагодарить За то Что вы Активно Сотрудничаете С нашим Центром Информации И Печатаете Статьи Молодых Журналистов Которые Занимаются 110 лет Ежегодно Мы проводим Конкурс Алтенкелям Который Тоже Активно Поддерживает Редакция Газеты Слава Труду Печатаются Материалы Конкурсантов Поддерживаются В организации Спасибо большое Мы тоже Присоединяемся К поздравлениям Пусть Нашим Коллегам Всегда Сопутствует Успех Субтитры 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 Субтитры